Вы смотрите «Русский час». Мы сейчас в безыменном, что под Новоазовском, где в средней школе, в местной средней школе разместили беженцев из Мариуполя. Они еще дезориентированы, они вышли из, в общем-то, сущего ада. Их вывела армия ДНР. И для них это уже русская армия, и они не различают армию России, армию ДНР. Так или иначе, их привели сюда, потому что там просто город взят в заложники, взят в заложники. Там, насколько мы знаем, город держал батальон Азов, и, наверное, до сих пор держат. И их просто выводят по коридору, который фактически обеспечила, пробила армия ДНР. Мы подойдем только к тем, кто готовы говорить. Люди очень устали, они лежат на полу, они в чудовищном состоянии. Многие из них дни провели уже в подвалах, прячась от пуль, от расстрелов со стороны тех, кто хочет держать в заложниках весь город. Кто вообще, собственно, держит сейчас Мариуполь с той стороны? Ну, то, что по Мариуполю, больше были батальоны Азовцы, ну, это то, что слышали. А кто там еще был, точно сказать не мог. Ну, единственное, что когда нам предоставляли выход, то есть нас ввели солдаты и говорили, что наверху, на возвышенности работают снайпера, поэтому пропирайтесь желательно быстрее, немного пригнувшись, по возможности, открытые местности, чтобы сильно не задерживаться на открытых. То есть получается, что снайпер со стороны Азова ли это, либо частных каких-то компаний, мог стрелять по-гражданским, не по-военным? Да, когда выводили группу, то есть выводил солдат, группа людей, тоже с белыми флагами, белыми повязками, и положили группу, да. Снайперы положили, стреляли по-гражданскому? Да. Как вы думаете, зачем они это делают? Мне кажется, что им важно, чтобы остались мирные люди. Нас отрезать, скажем так, от коммуникации. Просто они стараются... У них техника вся, скажем так, малогабаритная, передвижная. Они могут заезжать в любые районы, им удобно просто занимать позиции в живых поселках. Антон, есть ли у вас родственники какие-то на российской стране или в Донбассе? Ну, есть младшая сестра в Подмосковье, город Димитров. Юлия, ну, по отцу Ванина, по мужу уже Колесникова, город Димитров. С нами все нормально. Аня, Денис со мной. Влада и Мама Света остались там. Если ты видишь, передай всем знакомым, друзьям, кто за нас переживает, что с нами все в порядке. Мы пока здесь. Держите за нас, говорится, кулачки на удачу, чтобы мы в скором времени вернулись домой и снова все встретились. Антон, обязательно вернетесь. И я вам хочу одно сказать. Все будет в порядке. И знайте, что русские своих на войне не бросают. Счастливо. Держитесь. Держитесь. Таня, чем вы кормите беженцев из Мариуполя? Ну, у нас многие сельские жители оказали огромную поддержку. У нас купорка, консервы, мясная продукция. У нас и первое, и второе, и третье. И так, и печенье, конфеты. У нас хватает вполне всего чая, компоты варим. Сколько раз в день вы кормите беженцев? Мы кормим три раза в день и даем еще второй ужин. То есть, кто чай, конфеты, печенье даем. Ну, может, люди захотят вечером покушать. Яблоки даем, фрукты. Это дорога жизни из Мариуполя в Донецкую Народную Республику. Рядом с этой дорогой находится лагерь, который разбило Министерство чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики. Сюда те счастливчики, которым удалось вырваться из города смерти, доставляются, и им оказывается первая помощь. Их дальше либо отправляют к родственникам, либо просто здесь кормят, отпаивают, дают выспаться, размещают в местной школе. Потому что люди вырываются, как будто бы просто из-за ада. Когда обстрелы сильно увеличились нашего поселка, когда не было уже в моче ждать какой-то помощи от кого-то, мы узнали, что есть коридоры военные из ДНР, могут нас вывести в коридор на свою территорию. Понятно. Кто вас обстреливает? Кто обстреливает Мариуполь и поселки? Естественно, обстреливают те, которые стреляли в меня, когда я уходил с женой, чтобы пройти зеленый коридор. Как только они меня увидели на пустынной дороге, тоже начался обстрел со стороны там, где находились украинские военнослужащие. Понятно. То есть это ВСУ или батальон АЗОВ, вы не знаете? Не видел, кто это лично делал. По информации, там только батальон АЗОВ стоит, который именно занимается такими преступными действиями. Чистая улица была. Мы шли для эвакуации с женой, с сумками. Мы только вышли из дома, повернули за угол. Прошли 10 метров и в 15 метрах от нас упала мина. Понятно. То есть они просто обстреливают мирных людей? Да. Как вы думаете, для чего? Есть понимание? Есть понимание такое. Нужна им любой ценой картинка. Сделать кровавую картинку, обвинять в этом всех, кого угодно, только не себя. Естественно, для Запада. Что остается армия России, я там ее не видел. Люди исключительно все из Донецка, из области бывшей Донецкой. Понятно. Единственное, что я видел, что эти люди ни по кому, по домам не стреляют. Понятно. Я находился на этой линии разграничения, кажется, в самом центре событий. Было видно, кто откуда стреляет, кто кого обстрелил. Понятно. А каков масштаб этих обстрелов со стороны ВСУ или батальона обстрелов? Это тотальная происходит ситуация в Мариуполе? Это то, что называют ковровой бомбардировкой. Понимаете, что, если вам сейчас скажу, что полгорода Мариуполя, которых я наблюдаю со своей точки, где я нахожусь, где я жил, нет ни одного целого здания. Целенаправленно разбивались жилые дома. Представьте, как если бы людям удалось убежать из Хиросимы за пару часов до того, как упала атомная бомба. Вот эту атомную бомбу сбрасывает на Мариуполь батальон Азов, который держит в заложниках весь город. По местной легенде, именно здесь, в безыменном по дороге в Южную ссылку, Пушкин написал «Лукоморье дуб зеленый». Здесь те, кто выходят из Мариуполя, которые неонацисты превратили в город смерти, попадают в другой мир. Оказавшись в безопасности, они здесь смогут почувствовать русский дух и почувствовать себя здесь действительно своими, которых не бросили на войне. Редактор субтитров А.Семкин